В этом видео мы сделаем с тобой слайды с Parallax, анимацией и псевдо 3D, найдем нужные нам фотографии, отредактируем их и сделаем слайды, которые ты сейчас видишь. Привет, я Миша, на этом канале много уроков по PowerPoint, а еще больше знаний можно получить на моем онлайн-курсе по презентации. Это дистанционное обучение всем важным аспектам дизайна слайдов. Вы не просто будете слушать лекции, а через практику, тренировать свои навыки, получите кучу полезных материалов и ресурсов, будете получать от меня обратную связь и рекомендации по улучшению слайдов ваших, и потом уже будете делиться своими достижениями. Лично я проведу вас по этому пути, от добавления самой простой фигуры до продвинутой анимации PowerPoint. Для того, чтобы ознакомиться с программой, познакомиться с ценами и подключиться к курсу, можно перейти по ссылке в описании. Для того, чтобы сделать слайды с Parallax эффектом, нам нужно три подготовительных шага. Шаг номер один, нам нужно найти фотографию человека. Нам нужна качественная фотография с однотонным фоном и подходящая под наши цели. Я нашел вот этого паренька, назовем его Евгений, Женька. Вы можете взять его же, все материалы, которые я использую в уроках, я прикладываю в описании ссылкой, либо можете найти другого человека или даже сделать похожее самостоятельно. Для удаления фона я воспользуюсь онлайн-сервисом от Photoshop, ссылку на него я тоже приложу в описании. Добавляю фотографию в этот ресурс, удаляю одной кнопкой фон и скачиваю уже PNG без фона. Если фотографию подобрали качественную с однотонным фоном, то сервис без проблем удалит фон и вы получите в выходе уже красивое качественное изображение. И теперь я Женьку добавляю на слайд. Шаг номер два, нам нужно найти фотографию на фон. Нам нужен качественный фон, который подойдет для Женька. По цветовой температуре, по направлению света, по тематике презентации, ну и чтобы Евгению у нас на фотографии было комфортно. Я вот нашел вот такой фон для себя, скачиваю и добавляю на слайд. Шаг номер три, это дополнительный элемент, который будет передвигаться по слайду и создавать эффект параллакс анимации. Я выбрал облака, так как это самый простой и нейтральный элемент. Я нашел уже PNG изображение без фона на Яндекс.Картинках. Три разные вариации мне хватит. К тому же их дополнительно можно распилить, чтобы казалось, что этих облаков на слайде больше. Теперь, когда у нас на слайде все элементы собрались, мы начинаем работать. Эту заготовку ты сможешь тоже скачать по ссылке в описании, там где будут все материалы. У меня тут подготовлен текст, который мы будем вставлять в качестве контента уже в финале. И все элементы, которые мы только что нашли, скачали, обработали. В итоге у нас должно получиться три слайда. Первый, где Евгений у нас будет закрыт облаками. Второй, где он будет открыт. И третий уже с контентом. Прямо вот тут мы сделаем с тобой первый слайд. Поставим изображение на фон. Я уже сейчас вижу, что она отличается по размеру, фотография отличается по размеру от размера слайда. Поэтому мне нужно ее немного обрезать. Выделяю фотографию, захожу на вкладку формат рисунка. Здесь есть кнопочка обрезать. Здесь выбираю пропорции. Выбираю 16 на 9. Тогда у нас фотография становится размером с слайд. Поставлю фотографию в угол и просто растяну до другого угла. Все, фотография, она полностью слайд заполнила. У нас здесь в центре будет Евгений. И наверное хочется, чтобы за Евгением тоже были облака. Потому что Parallax Effect таким образом работает. То, что у нас будет несколько слоев. Я возьму какую-нибудь одну композицию. Просто ее скопирую и вставлю. То есть Command-C, Command-V, либо Ctrl-C, Ctrl-V на Windows. Просто возьму и вставлю вот здесь облака. Облака. Еще одни какие-нибудь. Например, наверное штуки три разных будет достаточно. Потому что мы их будем еще менять по размеру. Они у нас будут двигаться. И слева будут еще заходить другие. Я просто их скопировал и вставил вот сюда. Дальше нам нужно взять Евгения. Нам нужно его еще перевести на передний план. Потому что он у нас сейчас за облаками. Вот так, это некрасиво. Нажимаю на Евгений правой кнопкой. Вывожу его на передний план. На передний план. Все, он у нас вот так встал. Выставляю Евгения в центр слайда. И делаю его немного поменьше. Потому что на следующем слайде он у нас будет приближаться к нам. За счет того, что он у нас будет увеличиваться. И еще выставить его нужно по нижней границе слайда. Но если мы его поставим вот так, он у нас будет без ног. Будет, ну, как-то немного непонятно. Вот, все. И третьим элементом у нас будут еще облака. Уже получается даже четвертым элементом. Я сейчас, у нас сейчас Евгений на самом переднем плане. Я выделяю снова все облака, которые у меня здесь есть в левой части. И вывожу их на передний план. На передний план. Чтобы они были еще ближе к нам. Увеличиваю их и размещаю таким образом, чтобы перекрыть вообще все, что есть на слайде. Их можно дублировать. Их можно копировать, вставлять. Наша задача сейчас основная. Это сделать так, чтобы ничего. Ну, как ничего. Практически ничего не было видно на слайде. Можно также их еще поменять по слоям. Мне, наверное, достаточно и такого количества. То есть я их дублировать и копировать не буду. Вот так. И вот эту вот сюда поставлю. Можно чуть-чуть уменьшить. И, в принципе, первый слайд у нас с тобой уже готов. Если захочется, можно прямо здесь что-то поверх еще написать. Какой-то текст, какой-то заголовок, который в процессе дальше будет анимирован. У меня пока вот самая простая анимация будет. Дальше. Следующий слайд. Я нажимаю на вот этот вот слайд без заголовка. И его просто дублирую. Либо Command-D. Выделите Command-D, либо Control-D. Для того, чтобы слайд создался. Важно именно дублировать, потому что мы будем пользоваться анимацией трансформация. На этом слайде я что делаю? Я для начала редактирую облака. Я их уменьшаю и увожу в разные стороны по слайду. То есть уменьшаю, увожу, выделяю, уменьшаю. Можно прямо делать даже поменьше и подальше уводить, чтобы они в процессе дальше не мешались. Мы их больше трогать, скорее всего, не будем. А, ну хотя, может быть, и еще немного подредактируем. В общем, уменьшаю, увожу и увелось. Обратите внимание. В разные стороны. Для того, чтобы в процессе анимации они у меня так разлетались в разные стороны. Здесь мы что сделаем? Мы для начала, наверное, мы еще облака подвинем. Мы возьмем вот это облачко. Я уведу его чуть-чуть вправее. Не за край слайда, да? Просто чуть-чуть правее. Сделаю его чуть побольше. Обрати внимание, прям чуть-чуть сделал побольше. Потом беру вот это облако. Увожу правее. Делаю его чуть-чуть побольше. Вот вставляю вот здесь. Вот это облако тоже увожу чуть-чуть правее. Делаю его еще чуть-чуть побольше. Дальше мы возьмем фон. Сделаем фон чуть-чуть побольше. Я зажимаю одновременно shift и control для того, чтобы не искажать пропорции и не искажать центр. Но, и обратите внимание, я не сильно, да, не сильно делаю крупную фотографию. И возьму Евгения и тоже увеличу таким образом, чтобы он у нас встал по центру слайда и стал таким уже более-менее крупненьким на слайде, чтобы мы могли увидеть, ну, с ним познакомиться как с персонажем. Вот так. Немного кропотливая работа, но в целом вот так мы справились. Дальше мы что делаем? Мы дублируем еще раз слайд. У нас появляется уже третий слайд, на котором мы сейчас будем настраивать. Здесь мы что можем сделать? Мы можем взять фон, увеличить его и увеличить его уже без зажатия контрола, да, просто увеличить его вправо, для того, чтобы он чуть-чуть как будто, даже можно, знаешь, как еще, прям подвинуть его вправо, чтобы у нас произошло это смещение. Взять Евгения, увеличить его прям вообще нормально и расположить его в правой части слайда. Почему? Потому что в левой части у нас сейчас появится наш контент. Вот так. Ну, здесь уже на вкус и цвет, конечно, и смотри под себя. Дальше мы возьмем облака. Облака тоже сделаем, конечно же, больше. Уведем их вправо. Выделю вот это облако. Получится у меня его схватить? Получилось. Сделаю его еще больше. Уведу вправо вот это облако еще больше. Ну, то есть каждый элемент должен прорабатываться. И возьму вот это облако, и оно теперь у меня на слайде появится. То есть оно оттуда зайдет. То есть у нас такая будет бесконечная цепочка. Дальше у нас будет перекрытие для того, чтобы текст стало видно. У нас есть текст, но он у нас белый. Белое на вот этом светлом фоне, его будет плохо читаться. Захожу на вкладку ставка, выбираю элемент фигуры, добавляю прямоугольник, добавляю прямоугольник. И нам сейчас этот прямоугольник нужно выставить по-хорошему бы по границам слайда. Сейчас будет, возможно, сложно, потому что границ слайда мы не видим по нижней границе, по левой границе, по правой границе. Выделяю теперь этот прямоугольник, нажимаю на нем правой кнопкой, захожу на вкладку формат фигуры. Здесь выбираю заливка, выбираю градиентная заливка. Мы будем делать градиент прозрачным. У нас здесь будет два маркера. У нас один маркер будет полностью черным, а второй неважно каким. И угол этого маркера я сделаю таким образом, чтобы черный был слева сверху. И здесь уже просто подрегулирую так, чтобы у меня половинка слайда была затемнена. Вот этот правый маркер я ему прозрачности даю 100%, чтобы у меня появилась фотография. А левый маркер я ему прозрачности даю не сильно много. Сейчас бы по-хорошему добавить еще текст, чтобы мы его видели. Ну, приблизительно ставлю 30%. Сейчас мы посмотрим. Контуры, конечно же, у этого прямоугольника я убираю, нет линии. И Евгения вытаскиваю на передний план, чтобы он у нас вышел. То есть нажимаю здесь, он кусочек у него торчит. Нажимаю на нем правой кнопкой, на передний план, на передний план. Все, он у нас появляется. Вот здесь, кстати, по миниатюрке мы можем ориентироваться, да, где он находится. Потому что здесь очень много лишнего за краями слайдов. Зайду вот сюда, на первый слайд, текст, который я подготовил. Я думаю, текст ты уже молодец и сможешь сам добавить текст на слайд. Я с твоего разрешения просто скопирую его, вставлю вот сюда. В принципе-то... А, еще, конечно же, хотел уже слайды смотреть. Анимацию. Добавим саму анимацию, наш финальный шаг. Я выделяю все вот эти три слайда, чтобы одновременно их выделить, я зажимаю клавишу shift, да, и они у меня сразу... И кликаю просто по ним, они у меня сразу все выделяются. Захожу на вкладку переходы и здесь выбираю анимация трансформация. Если вдруг у тебя вот этой кнопки нет, анимация трансформация, то значит, что у тебя старый пауэрпоинт и тебе нужно обновиться. И можешь посмотреть вот это мое видео о том, где и как скачать самый-самый новый пауэрпоинт. Готов ли ты посмотреть, что у нас получилось? Если тебе понравился этот урок, то можешь поставить лайк этому видео. Вот у нас появился первый слайд, мы, кстати, можем еще настроить время от анимации. Вот нажимаю первый раз, там па-бам, у нас Евгений появляется. Нажимаю еще один раз, у меня там па-бам, Евгений передвигается, и у нас появляется текст, и текст мы можем таким образом регулировать. Я бы, наверное, чтобы тут еще сделал парочку таких советов. Во-первых, на последнем слайде Евгения вытянул бы на передний слой еще раз, для того, чтобы текст у нас ушел за Евгения, чтобы он более симпатично появлялся. И можно на вот этом четвертом слайде, на вкладке переходы, длительность анимации сделать побольше, допустим, секунды 4. И обрати внимание, как это у нас будет по-другому. То есть вот этот Parallax эффект, он будет намного дольше и интереснее смотреться. Запускаю. Вот, он так медленно-медленно переходит, облачка что-то там, да, крутится, тусуется. И вот смотри, раз, текст, он появляется, да, не перед Евгением, а за человеком, и что в целом нормально, симпатично смотрится. В следующем видео, которое выйдет через неделю на этом канале, мы сделаем вот эти необычные слайды, тоже поработаем с такой интересной анимацией. Если тебе понравилось видео, поставь лайк, мне будет очень приятно. Подписывайся на канал и ставь все удомления, чтобы ничего не пропускать. Видео будут выходить каждую неделю. Спасибо. Пока.